привет друзья в этом видеоуроке я вас познакомлю с такой биржей фрилансы которая называется workzilla.ru что меня сподвигло записать данный видеоурок ну я признаю что я готовлю для вас видеокурс который будет называться личный блог без напряг и вот для такого курса я искал качественную обложку вернее не искал я хотел сделать но в принципе мои знания в фотошопе не позволять сделать такие качественные обложки которые делают профессионально дизайн а я хочу именно такую качественную обложку она привлекала внимание любого посетителя который зайдет на мой блог вот и у меня возникла проблема что на знаменитых биржах фрилансы как фриланс точка ру или в бланс качество выполнения такой работы стоит очень дорого ну как бы для обложки очень дорого то есть порядка трех тысяч рублей вот но вот познакомился с такой биржей фриланс как workzilla я понял что за меньшие деньги можно получить такую же работу то есть можно заказать обложку каче получить качественную обложку заплатить меньше денег вот я на этой бирже на обложку качественную обложку я получил требует д обложку и еще графическую разворот графический для видеокурса всего за 1000 рублей и работа делалась буквально за ночь я заказал обложку вечером и он не сделали утром уже утром она была готова хотя для работы я фрилансеру давал всего два дня кроме того его еще делал некоторые заказы на этом на этой бирже но об этом немного позже еще хочу сказать что бирже как относится как для заказчика то есть вы можете заказать выполнение работы своей за определенную сумму и также на этом же бирже вы можете сами заработать то есть зарегистрироваться как выполнитель работы как фрилансер и соответственно если у вас у вас есть какие-то навыки то вы можете эту работу делать и получать за это нормальные деньги так и так чтобы увидеть все прелести данного сервиса нужно для начала зарегистрироваться ну я вам скажу регистрация тут такая довольно клопотно это не просто не просто зарегистрироваться как на каком-то каталоге регистрации тут занимает несколько несколько времени так ну давайте наглядно посмотрим как она выйдет значит первая регистрация вы вводите адрес своей электронной почты так я введу адрес свой тестовый который называется таким образом так далее пишем пароль любой так и ваше имя так жмем кнопку зарегистрироваться итак сервис нам пишет регистрация прошла успешно на ваш адрес вася пупкин блог вывесла на письмо с просьбой подтвердить регистрацию так жмем кнопку продолжить так и проходим свой почтовый ящик так вот я от его открываю об действительно пришло письмо регистрация так чтобы подтвердить жмем по этой ссылке так эту вкладку мы закроем так все принципе принципе как кажется что регистрация прошла но тут есть два скрытых нюанса то есть вы можете выступать в роли заказчика вот открытая эта вкладка или выступать в роли исполнителя то есть фрилансера если вы заказчик то принципе регистрация это все на этом закончено вы можете открыть открыть вот здесь видео посмотреть как работать в виде в качестве заказчика если вы исполнитель и хотите зарабатывать на этой на этой бирже то вам нужно еще пройти дополнительный тест вот так как мы все любим зарабатывать то давайте для начала выступим в роли исполнительной и все таки пройдем этот тест чтобы мы могли уже работать чтобы мы могли уже работать в роли исполнителя так с моим кнопку пройти тест и на самом деле у нас три теста один два три значит добрый день так 3 пыры у нас раз два три три теста далее далее начать тестирование итак тест 1 так ну я вам не буду читать полностью весь тест в принципе этот тест я уже проходил сразу вам скажу что самое сложное это тест 2 для того чтобы его пройти нужно ознакомиться со всеми правилами данного сервиса поэтому вот лично я когда проходил второй тест то у меня прошло некоторое время чтобы его пройти нужно было изучить все правила для начала чтобы его пройти у вас же есть другой вариант просто повторить за мной просто поставить галочки в первом вопросе в первом вопросе добрый день во втором свяжусь заказчиком сообщу какому сроку я могу выполнить работу третий сообщу заказчику чтобы он успел перепоручить задачу другим исполнителям так четвертое установить свое фото или симпатичную картинку так и пятое светлана все нажимаете проверить и как видите это правильно мы у нас тест пройден теперь можете перейти к тесту номер два и так как я вам говорил тут нужно ознакомиться с правилами в принципе я вам сейчас скажу правильные ответы но все таки советую вам пройти по этой ссылочке и с правилами ознакомиться если мы нажмем его откроем на выкладке вот у нас откроется тут в принципе немного читать но вы все это должны знать так и поехали отвечаем на задание теста первый вопрос аккаунт будет заблокирован второй вопрос 2 июня 18.32 так 3 3 нажать кнопку отправить на проверку 4 4 8 рублей 5 webmoney e-z payment 6 задание попадает в арбитраж и рейтинг будет понижен 7 написать в чат так как сообщение будет отправлено на его e-mail 8 когда задание перешло в работу так и 9 хорошая работа высокие оценки все же жмем кнопку проверить так и вот мы перешли к третьему тесту значит третьем тесте тоже интересное своего рода задание значит первое вам нужно найти любую картинку любую картинку на своем компьютере с именем вот таким именем вот пример так давайте все это делать нажимаем кнопку выбрать файл нажимаем кнопку выбрать файл так давайте искать картинку так допустим вот картинку и она у нас должна называться Таким образом, так неудобно. Так, один, нижний слэш, далее, ваш емейл, емейл, пишем, Вася, Вася, Пупкин, блог, так, там емейл только до символа собачка, опять нижний слэш и, что там, и год рождения, 1982, все, выбираем это изображение, жмем кнопку открыть, есть, далее, далее, нам нужно загрузить пустой файл Microsoft Word, расширением docdocx с таким-то именем, так, жмем выбирать файл, а, нужно загрузить не пустой файл, так, давайте найдем какой-то файл, вот, допустим, этот, да, и называем двоечка, нижний слэш, так, сегодняшняя дата, сегодняшняя дата, значит, сегодня 18, 18, 04, 2013, есть, все, да, все, жмем открыть, есть, так, в поле ниже, пожалуйста, видите ли количество оголов, терапевт, так, сразу же говорю, тут можете единичку, так, и, пожалуйста, перепишите этот текст в окно ниже, заменив слово e-mail вашим адресом в электронной почте, то есть, вам нужно вот этот текст переписать вот сюда, сразу вам скажу, что копирование невозможно, то есть, скопировать, это взять, этот текст выделить, скопировать, ставить сюда не получится, тут специальный скрипт стоит, поэтому придется ручками называть, набирать, так, пишем поль, пользователь, я нажму паузу, когда закончу, когда напишу полностью, я опять так, я текст переписал, пользователь с адресом электронной почты, вася пупкин блог, gmail.com уже устал выполнять ваши идиотские тесты и хочет начать зарабатывать деньги честным трудом, жмем кнопку проверить, так, все, как видите, тест прошел, так, поздравляем вас, вы прошли тест, рейтинг у вас 200, так, и рейтинг будет доступен после выполнения задания с положительной оценки, и первое, что вам нужно заполнить, профиль ваш и указать специализацию, по которой вы хотите получать задание, так, в принципе, это все я не буду указывать, там очень простые действия, вы должны заполнить вот свой профиль, тут указать, загрузить свой аватар, там можно фамилию, имя, отчество, страна и так далее, там где специализация, вы должны выбрать, вы для начала должны прописать свой номер телефона, так, да, и пополнить, пополнить счет в данном сервисе на 100 рублей, даже не пополнить, а просто внести плату для того, чтобы начать пользоваться сервису, это нужно для того, чтобы отсеять этих людей, которые относятся к этому несерьезно, вот таким образом, так, ну я тут это все производить не буду, 100 рублей тоже тратить не буду, я сейчас просто выйду с этого аккаунта и зайду уже в настоящий свой аккаунт, и так, как вы полностью заполните свой профиль, пополните, внесете плату на 100 рублей, то у вас появится вот такая страница, где вот тут справа вы увидите блок своего профиля, да, аватар, который вы загрузили, ваш баланс, что вы заработали, ну, в буфере это когда вы передаете деньги заказчику, или наоборот, так, и вот во вкладке исполнителя, вот вы уже будете видеть все новые задания, то есть все текущие задания, их тут огромное множество, вы смотрите, что, сразу же скажу, что задания, вот тут все появляются только те, которые, которых вы соображаете, то есть вы при заполнении своей специализации указывали, да, что вы там специалист по какому-то вопросу, вот все эти вопросы, относящиеся к той теме, будут у вас вот здесь на страничке, так, здесь, ну, здесь до того все просто, что даже, не знаю, объяснять не хочется, вот вы видите все задания, которые публикуют заказчики, и допустим, вы выбрали какую-то, какое-то задание себе, вот, то есть вас интересует, например, вот, например, доделать сайт, цена 12 тысяч рублей, да, нажмем по названию, у вас выплывает вот такое описание детальное, что нужен, программист, PHP, рабочая, срочная, вот, далее, время выполнения 4 дня, и так далее, так, если вас интересует, это, то есть вы уверены, что хотите выполнять эту работу, и вы справитесь в срок, жмете по имени заказчик, и у вас открывается страница профиля, здесь вы можете посмотреть рейтинг заказчика, вот, чем больше, чем лучше, соответственно, выполнить, посмотреть, сколько он выполнял, сколько он заказывал задание, вот, ну, и посмотреть его отзывом, так, ну, и после того, как вас все устраивает, вы должны знать, нажать кнопочку согласиться на задание, и тогда вам уже будет доступно, доступный чат с этим заказчиком, где вы можете с ним переписываться и уточнять все детали вашего заказа, все, очень, все очень просто, так, если у вас какие-то вопросы, можете вот инструкцию для исполнительной еще открыть точку, и посмотреть, вот, все, еще раз детальное все, посмотрим, так, и теперь давайте разберемся с вкладкой, я заказчик, то есть, как я уже говорил в начале, что основное, что я хотел вам довести, это получение очень быстрое и, в принципе, качественное и недорогое получение ваших заданий от фрилансера, то есть, допустим, вам нужно создать, как в моем случае, обложку срочно, там, вам нужно статью какую-то, ну, и так далее, и тому подобное, значит, что у вас, значит, есть, во-первых, новое задание, если вы хотите обликать новое задание, нажмете кнопку опубликовать новое задание, здесь, пишите краткое описание, там, допустим, 3D-обложка на видеокурсе, вам нужна категорию, выбирайте, да, там, еще там, дизайн, да, дизайн, другое, да, выбрать, выбирайте время, за сколько, то есть, сколько времени вы даете фрилансеру для работы, и, что интересно, вы тут же публикуете стоимость заказа, стоимость заказа, вот, в чем еще эта фишка, это биржи фрилансера, что здесь сразу оговорится стоимость, то есть, вы говорите, обычно в этой бирже, вот, цены заказчиков занижаются, таким образом, эта биржа, в основном, сделана для заказчиков, то есть, здесь вы можете получить свою работу и заплатить на нее дешевле, да, то есть, вы пишите, вот, вы хотите 3D-обложку на видеокурс, вы пишите 300 рублей, да, вот, в тех, кто согласится на 300 рублей, вы, то есть, и заплатите, никто вашу цену завышать не будет, то есть, вы можете попробовать поискать на 300 рублей, если никто не отзовется, можете повысить до 500 рублей, да, вот, таким образом, или даже кто-то отзовется, да, но у него там плохое портфолио, да, его обложки вас не нравятся, то есть, повышаете цену, повышаете время на выполнение задания, и можете искать новых фрилансеров, да, вот, таким образом, вы и выберете себе нормального исполнителя. Ну, я вам скажу, что я тоже два раза опубликовал такую статью на 3D-обложку, значит, я сразу же цену поставил 1000 рублей, да, чему-то мне не хотелось отдавать больше, хотя, получил обложку очень качественную, очень качественную, она мне очень понравилась, я ее сразу получил, и даже, даже не отправлял на доработку. Я поставил 1000 рублей, написал, сначала откликнулось человек 5 исполнителей, я просмотрел их все портфолио, мне не понравилось, да, на следующий день я еще раз опубликовал такое задание, только повысил время выполнения заданий на один день, вот, и откликнулось 3 исполнителя, один из которых оказался профессионал, вот, мы с ним договорились, он показал свое портфолио, и сделал мне работу буквально за ночь, за ночь, хотя бы время выполнения было, было всего 2 дня, так, далее, в заданиях, в заданиях, что у нас, во вкладке задания вы увидите все текущие ваши задания, да, текущие, и завершенные, соответственно, вот, в истории задания вы будете видеть только завершенные, так, как вы видите, вот, поиск, исполнителя у нас нет заказов, в работе у нас нет заказов, то есть, в поиске исполнителя, то есть, это только опубликованное задание, в работе, это, те задания, которые вы отдали, уже фрилансер исполняет, на проверке, это понятно, черновики, черновики, понятно, вы ушли на обработку, и арбитраж, да, хотелось бы сказать, о арбитраже, то есть, арбитраж, это такой, сказать, мини суд, именно в этом, в этой бирже, да, то есть, если возникают какие-то споры, то уже уходят на арбитраж, и тут уже решают, люди решают по правилам, то есть, кто, кто неверно выполнил работу, или кто неверно заказ оформил, и так далее, и тому подобное, так, и завершенные те заказы, которые я заказывал, вот, как видите, есть 3D-обложка на видеокурсе, тысячу рублей я заказывал, и, вот, исполнитель, Роман, да, вот я могу вам показать, вот я написал, нужно разработать, дизайн, DVD-обложка, для видеокурса, личный блог, без накрета, создать 3D-обложку, с изображением, ну, и коробки для него, так, значит, первый этап, согласование эскиза, второй этап, готовая обложка, предпочтение, исполнительность в портфоле, все, все, вот, и я вот в конце даже отзыва написал, что все было выполнено быстро, главное качество, когда получил свою работу, то был приятный, так, и вот я могу даже вам, открыть чат, вот чат, что, вот я только опубликовал задание, вот, появился исполнитель, согласился на задание, и вот он пишет, Роман, могу сделать, я у него говорю, примеры ваших работят, есть, вот он, он послал мне ссылку, так, не знаю, работает ли она сейчас, а, нет, ссылка, так, я говорю, Роман готов с вами работать, вы справитесь с заданием, он отвечает, что, что, есть ли сомнения, подождите еще кого-то, так, а вообще, он пишет, что, мне говорят, я делаю, скидывайте контент, что писать, и так далее, и тому подобное, я им написал, отослал две ссылки, что я хочу видеть, написал, что должно быть на обложке, все, он, говорит, что понял, тыры-пыры, ждите завтра, все, завтра, вот я получил, а, ему дал еще одну ссылку, и вот, я получил, уже обложку, пока изображение, тоже, наверное, удаленно, а вот, вот, можете посмотреть, какая в будущем, у меня будет, обложка, моего, видео курса, видите, мне, мне, например, нравится, все, я говорю, все классно, мне нравится, не на ничего, меня, все, через 20 минут, мне скинул, уже, готовые, готовые, исходники, фотошопа, я все забрал, оплатил, и все, до свидания, вот, в таком плане, так, ну, еще, я тут заказывал, на этой бирже, две статьи, которые были, то есть, мне нужна была статья, и статьи эти, получил за 100 рублей всего, на 3000 знаков, и получил их буквально за 5 дней, то есть, если вам нужно быстро купить статью, пишите, опубликовывайте здесь, заказ, пишите, что мне нужна статья, там, на 50 рублей, можете попробовать даже, за 50 рублей, купить статью, говорите, на какую тему, и вам там, очень много по поводу статьи, очень много пишут, исполнителей, что, вот, он готово, на самом деле, много у кого уже готово, эти статьи есть, поэтому, вы можете статью получить, буквально за, 5 минут, так, ну, вот, таким образом, все, у меня больше нечего добавить, я думаю, вам это видео станет полезным, вы, еще раз скажу, можете заработать на этой бирже, в качестве исполнителя, и получать дешевую, дешевые услуги, от фрилансеров, с помощью, в качестве заказчика, все, до встречи, в следующих уроках, с вами был Андрей Гончар, сайт, agonchar.com, до встречи,